Время новостей на телеканале Север, студии Василий Хатанзейский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. В Ненецком автономном округе введена обязательная вакцинация определенных категорий граждан. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач НАО Наталья Кирхар. Книга-хранилище и читальный зал, а также современный арт-холл для презентаций и зал детства. В поселке Красное торжественно открыли первую в Ненецком округе модельную библиотеку. Современное искусство многие не понимают, но это не значит, что оно недостойно внимания. Теперь научиться рисовать картины в новых техниках может любой житель Заполярья. Об этом и не только расскажем ближайшие 20 минут. В начале выпуска информация об эпид-обстановке. По данным портала stopcoronavirus.rf на 19 октября за прошедшие сутки выявлено 14 случаев заболевания COVID-19. 29 человек выздоровело. Двое скончались от коронавирусной инфекции. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 2560 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 2407 человек. В регионе зарегистрировано 53 летальных исхода от коронавируса. По информации регионального управления Роспотребнадзора, в настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 находится 213 человек. Из них стационарное лечение получают 47 человек, амбулаторное – 166. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 1091 человек. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности и обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Сложная эпидемиологическая ситуация в Ненецком округе стала темой для обсуждения в ходе еженедельного оперативного совещания при главе региона. Елена Левина доложила о количестве заболевших и наличии лекарств. По ее словам, все заболевшие получают необходимое лечение. В трех населенных пунктах – Лабожском, Великовисочном и Нижней Пёше – по-прежнему действует карантин. Елена Степановна, в селах какая ситуация, особенно в тех, где мы зафиксировали вспышки? Так, по селам. У нас, значит, по численности заболевших у нас лидирует Пёша, дальше Виска, потом Верхняя Пёша, там больше 20 пациентов. Новые пациенты зафиксированы у нас только в Великовисочном три человека, в Пёше один и в Уксена один. Остальные пока. То есть введение карантинных мер, они позволяют локализовать расползание этой болезни? Да, но следует обратить внимание, что вот это вот весело, которое я сейчас озвучила, это те, у которых акватор вакцинации был самый низкий. Глава региона, в свою очередь, поручил руководителю профильного департамента организовать работу мобильного медицинского десанта в те населённые пункты, где процент вакцинации низкий. И обратился главам таких муниципальных образований с тем, чтобы с жителями глубинки провели разъяснительную работу. По мнению губернатора Юрия, бездудного вакцинация от коронавируса – единственный на сегодня реальный способ обезопасить себя от инфекции. Впрочем, жители региона так не считают. Поэтому процент тех, кто поставил прививку, не так высок. Вакцинация у нас движется очень медленно. У нас на сегодняшний день привито всего 16 468 человек. А должно быть? А должно быть 25 тысяч. 25 тысяч. То есть это та цифра вакцинированных, при которой мы достигаем коллективного иммунитета. Да, как только мы её достигнем, и спустя 2-3 недели мы уже можем… Болезнь пойдёт на спад. Она уже пойдёт на спад. То есть всё равно заболевания будут регистрироваться, но их число значительно уменьшится. То есть если мы сейчас будем соблюдать все меры ограничительные, то есть это ношение масок в обязательном порядке, да, обработка рук и плюс вакцинация, то мы в кратчайшие сроки сможем стабилизировать нашу ситуацию. Потому что сейчас прирост каждый день большой идёт. То есть по 14-12 человек. Это очень много. Пути понятные. Осталось только убедить всех людей вакцинироваться. Потому что, ну, мало просто носить маски. Недостаточно просто обрабатывать руки. Нужно защитить свой организм. Нужно защитить своих близких. И есть только один путь – это вакцинация. Добавлю, в Ненинском автономном округе имеются в наличии все четыре вида российских вакцин. Двухкомпонентные – спутник ВИК, АВИВАК и АПИВАК-КОРОНА. А также однокомпонентные – спутник ЛАЙТ. Записаться на прививку от коронавируса можно через портал госуслуги по короткому телефону 122 или по номеру 8-818-532-1003. В продолжение темы. В Ненинском автономном округе введена обязательная вакцинация определенных категорий граждан. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач НАО Наталья Кирхар. На 18 октября 2021 года законченный курс вакцинации прошли 15 836 человек. Для создания коллективного иммунитета необходимо привить 80% взрослого населения. Это 25 903 человека. В связи с этим Роспотребнадзор вводит обязательную вакцинацию против коронавируса в НАО. Постановлением установлены категории граждан, подлежащие обязательной вакцинации. В список входят работники медицинских и образовательных организаций, работники учреждений социального обслуживания и социальной защиты, лица, проживающие в организациях социального обслуживания, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и лица, подлежащие призыву на военную службу. Лица в возрасте 60 лет и старше, лица с хроническими заболеваниями, работники организации сферы предоставления услуг, государственные гражданские служащие, замещающие должности государственной и гражданской службы, муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, работники органов власти Ненецкого автономного округа и подведомственные им организации, работники организации сферы предоставления услуг, Руководителям организации, которые попадают под постановление, предписано в срок до 30 ноября 2021 года организовать проведение вакцинации первым компонентом. А в срок до 31 декабря 2021 завершить вакцинацию вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции не менее 80% от общей численности работников. Постановление не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции. Книгохранилище и читальный зал, а также современный арт-холл для презентаций и зал детства. В поселке Красное торжественно открыли первую в Ненецком округе модельную библиотеку. Александра Литкова расскажет подробнее. Никита Литков в свои 4 года постоянный посетитель Красновской библиотеки. Как и все жители поселка, с нетерпением ждал открытия современного общественного пространства. Красивая, улюдная. Буду приходить с мамой, читать книжки. Еще буду играть, смотреть мультики. Мозаика, пазлы, рисование, кроссворды и многое другое. Все это есть в игровом терминале «Игренок», рассчитанного на ребят с 3 до 12 лет. Здесь он включается. Меня зовут Игренок. Вот это самое главное, самое начало. Давай поиграй. У нас начинается просто играть. Дети, ребенок приходит, выбирает возраст свой и выбирает, в общем-то, для себя игру. Также можно регулировать громкость. Для этого есть специальная клавиатура. Всего в библиотеке нового поколения 4 зала для разных возрастных категорий. В интернет-зале для посетителей установлены 6 компьютеров с выходом интернет. На компьютерах можно работать, можно проходить курсы повышения квалификации, курсы профпереподготовки. Пожалуйста. Здесь можно посидеть с друзьями, посмотреть фильмы, пообщаться. Для библиотеки нового поколения приобретена современная мебель, мультимедийное оборудование, оснащение для организации и проведения досуга. Для маломобильных граждан установили пандус. Библиотека нам очень понравилась, очень красивая, красочная, яркая. Мы с удовольствием с детьми будем сюда ходить. Один ребенок у меня в школе учится, а другой в садик ходит. И мы с удовольствием будем посещать эту библиотеку. Я сама не любитель, конечно, читать, но я сюда с удовольствием буду ходить. Думаю, мероприятия будут всякие тут проводиться для детского сада. Они тоже будут сюда, наверное, с группами ходить. И это для пенсионеров тоже. У меня мама тоже пенсионер, и они, думаю, будут здесь собираться. Поселок Красное – первый в регионе населенный пункт, где открылась модельная библиотека. Под ее размещение здесь было капитально отремонтировано одно из бывших зданий школы. В здании была перепланировка. Допустим, отдел чтения вот этот. Здесь было три кабинета ранее. Они объединены в один. В зале детства тоже раньше было два. Два перегородка была убрана. И зал встреч. По-моему, тоже объединили два кабинета. История Красновской библиотеки насчитывает более 60 лет. Ранее она располагалась в здании Дома культуры. На сегодняшний день книжный фонд библиотеки насчитывает 14 тысяч экземпляров. Из них 800 были закуплены именно для модельной библиотеки. Совершенно справедливо, что первая модельная библиотека открывается именно в поселке Красное. Почему? Потому что здесь почти тысяча читателей этой библиотеки. Потому что эта библиотека обслуживает, удаленно обслуживает читающих на рыболовецких участках, в оленеводческих бригадах. Добавлю, модельная библиотека в Красном открылась в рамках национального проекта «Культура». Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Первый юбилей. Управление Росгвардии по Ненецкому автономному округу исполнилось 5 лет. Свой первый праздник территориальный орган встречает с высокими результатами служебной деятельности. Тему продолжит Наталья Дуркина. За 5 лет сотрудники Росгвардии оказали содействие в раскрытии более 40 преступлений и выявили почти 4000 административных правонарушений. В отчетном периоде добровольно на возблизанной основе сдано 67 единиц оружия, 1004 боеприпаса на сумму 200 733 рубля. Выполнено более 300 задач по охране общественной порядки и общественной безопасности. При проведении различных мероприятий проведено 48 этапов оперативно-право-характерических мероприятий. Росгвардии по результатам оперативно-право-характерических мероприятий сотрудниками управления совместно с сотрудниками УМВД составом 8 110 актов проверки условий в течение сохранности оружия и патронов. Везде это 316 единиц оружия и 2116 боеприпасов. На торжественном мероприятии в честь юбилея вручили ведомственные награды отличившимся военнослужащим и сотрудникам. Специально к памятной дате выпустили юбилейную медаль с геральдическим символом управления. Поздравляю вас с 5-й годовщиной образования управления Росгвардии по Нинскому автономному округу. Первый юбилей вы встречаете с высокими результатами служебной деятельности и заслуженным уважением граждан. За 5 лет вы практически с нуля выстроили управление как эффективную систему, обеспечивающую безопасность охраняемых законом интересов государства, прав и свобод граждан. Вы с доблестью выполняете все задачи, поставленные перед войсками Национальной гвардии Российской Федерации. Основные направления деятельности управления Росгвардии в регионе охрана важных государственных объектов, имущества физических и юридических лиц по договорам, участие в охране общественного порядка и безопасности, контроль за оборотом оружия и частной охранной деятельностью, а также за безопасностью объектов топливно-энергетического комплекса. Заслуги двух сотрудников вне ведомственной охраны Росгвардии в деле обеспечения правопорядка отметили в Министерстве внутренних дел. Заместитель начальника регионального УМВД Александр Агрыська вручил им медали 300 лет российской полиции. Я знаю, что многие регионы не могут похвастаться таким высоким взаимодействием, как у нас в Нейнском автономном округе. Но у нас, наверное, другого не дано, потому что округ маленький. Поэтому, коллеги, до 5 лет в принципе маленький срок, но за этот срок вы добились очень высоких результатов. Александр Юрьевич сегодня в своем докладе это озвучил. Высокие результаты, все здорово, классно. Поэтому мы желаем и в дальнейшем идти только вперед, вперед и вперед. Мы, в свою очередь, поможем. Добавлю, даты образования Управления Росгвардии по Нейненскому округу принято считать 17 октября 2016 года, когда территориальный орган получил свидетельство о государственной регистрации юридического лица. Наталья Дуркина, Вадим Стасек, Телеканал «Север». Около 7 миллионов пенсионеров старше 65 лет проживают одни. Большая часть практически не ведет активный образ жизни. Но есть и те, которые периодически посещают разные мероприятия, ходят в общественные места и просто любят провести время с пользой. Но вот с комфортными местами для отдыха после долгой прогулки есть проблемы. Чтобы добраться до торгового центра в Каджгарте, нужно пройти немалое расстояние. По словам людей старшего возраста, пока идешь от остановки до общественного места, уже устаешь. Именно поэтому серебряные волонтеры решили пройти по общественным пространствам и учреждениям, чтобы оценить их доступность старшему поколению. Конечно, нам хотелось, чтобы для старшего поколения были какие-то места отдыха, чтобы было доступное пространство маршрутное, чтобы они пришли, отдохнули и пошли дальше. Во время осмотра было выдвинуто предложение об установке скамеек. Владельцы торгового центра идею в целом поддержали, но есть небольшая загвоздка. Режим повышенной готовности не позволяет устанавливать места отдыха так, чтобы была соблюдена социальная дистанция. Конечно же, все должно быть соблюдением ограничительных мер в период распространения коронавирусной инфекции. То есть это соблюдение социальной дистанции. И я думаю, что после того, как мы пройдем этот период, эти скамейки уже будут установлены. Есть и еще одна проблема, которая беспокоит владельцев – вандалы. Велика вероятность, что и скамейки для старшего поколения станут их мишенью. В целом же для установки скамеек также понадобится составить план размещения, в котором были бы не только учтены пожелания старшего поколения, но и сохранены интересы предпринимателей. А также соблюдены требования пожарной безопасности. С 1 сентября для молодежи России появилась новая возможность бесплатно посещать различные культурные мероприятия. Ненецкий округ не стал исключением. Экскурсии, концерты и посещение театра молодежь теперь может просвещаться за счет средств федерального бюджета. Подробности смотрите в следующем сюжете. Пушкинская карта предоставляется молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. То есть тем, у кого уже есть собственный паспорт, который требуется для регистрации на портале госуслуги. Обладатели Пушкинской карты смогут ей пользоваться не только в пределах региона, но и по всей стране. Все это сделано для того, чтобы приобщить молодое поколение к культуре. Пушкинская карта – это проект, который направлен на культурное просвещение молодежи. То есть он был запущен 1 сентября. И по факту это обычная платежная карта системы МИР, которая на балансе имеет 3000 рублей. Эти деньги нельзя обналичивать. Их можно потратить только в специальном приложении, на сайтах или в кассах культурных учреждений. К просветительской программе в округе присоединились музейные объединения и дворец культуры Арктика. Это ведущие учреждения по своей направленности. Они первыми в регионе у нас запустили электронную продажу билетов на свои мероприятия, что является неотъемлемой частью технического задания на подключение к Пушкинской карте. И первыми установили специальное оборудование для продажи билетов по Пушкинской карте. Условия получения Пушкинской карты просты. А сама регистрация не занимает много времени. Нужно зайти на портал госуслуги, затем скачать приложение госуслуги культура. В нем можно получить виртуальную карту. Для тех, кому хочется иметь физический экземпляр, пластиковую карту можно будет забрать из почта банка. Копить денежные средства на карте нельзя. В конце 2021 года неиспользованная сумма сгорит, а с 1 января 2022 на счету вновь появится 5000 рублей. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Современное искусство многие не понимают. Но это не значит, что оно недостойно внимания. Теперь научиться рисовать картины в новых техниках может любой житель Заполярья. О мастерской, где из пятен создаются шедевры, расскажем далее. Здесь только одна. Один нюансик. Мазок за мазком и вот на холсте появляются непонятные пятна, которые в будущем станут необычной картиной. Анастасия Жорник совсем недавно открыла для себя новое направление живописи, с помощью которого художник может выразить свои эмоции. Я, вернее, для себя открыла, что мне нравится больше всего абстракция, нежели, допустим, пейзажи или натюрморты или какие-то портреты. Это меня направление очень сильно привлекло. Потом узнала, для себя тоже открыла, что есть такая техника жидкий акрил, которая прекрасна. Любой человек с любой степенью подготовки может выполнить эту картину, работу в этой технике. Современная техника рисования достаточно проста в исполнении. Помимо готовой картины на протяжении всех этапов ее создания, человек получает и психологическую терапию. А так она практически получается у всех от нуля. Прекрасная разгрузка идет психологическая. При этом получает заряд энергии, отличное настроение и как раз-таки в итоге потом картина, которую ты сам написал. В мастерской Анастасии представлены работы в различных техниках. Каждый из способов рисования картин колоссально отличается друг от друга. Вот эта, например, картина, она написана техникой резин-арт называется. Это эпоксидная смола. Какие здесь нюансы? Здесь, получается, в течение 20-30 минут нужно за это время успеть. После того, как ты замешал краски, исполнить картину. Иначе просто потом все застынет. В творческой мастерской можно освоить и другие виды живописи. Например, рисование анимистических и флористических пейзажей, фантазийных портретов и натюрмортов. Все ограничивается только вашей фантазией. Совсем недавно прошли первые мастер-классы по созданию картин в технике флюид-арт. Новый вид абстрактной живописи, где краска течет по холсту и создает цветовые эффекты. «Пришла впервые. Эмоции захлёстывают. В общем, восторг неимоверный. Не знаю, что из этого, конечно, получится, но начало уже прямо впечатляет меня очень сильно. Так что я первый раз в таком искусстве участвую. Вот думаю, что это будет еще продолжение». Современное искусство оставило большой отклик и у подрастающего поколения. «Ну, нравится он тем, что можно получить очень красивые результаты». Посетить творческую мастерскую может любой желающий. Достаточно предварительно записаться по номеру телефона, который вы видите на своих экранах. Это вся информация к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды.